Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого. Я продолжаю на уровне сложности божество за Россию проходить Seedmare Civilization VI Gathering Storm с последним патчем. Прошлая серия, правда, закончилась крашем, так что немножко повторю предыдущий ход. В Смоленске я покупал верфь, подвожу юниты к индусу и пока этим ходом не объявляю ему войну, планирую объявить в начале следующего хода, чтобы уже обстреливать, ой, не так я, а не вправе, так я подводил юниты, чтобы катапультами уже его город обстрелять сразу. Подъезжаем, подбегаем, подбегаем, подъезжаем. Тут ферму строю. Давайте куплю еще одного. Еще одного казака. Здесь, ну, у нас пока ограничений не по вере. Мы практически каждый ход можем казака за веру покупать у вас ограничения с ресурсами. Всех ли я апнул? Так, я еще хотел, по-моему, купить арбалета. Если меня не изменяет память, чтобы ускорить... А, я их, я его строю, да, я забыл. Два арбалета я строю. Значит, все путем. Тут у нас, я думаю, не убьет мечника. Чувачок, оружейный я пока не могу построить. Так, ну, все, здесь мы продолжаем действовать, как действовали. Следующим ходом объявляем войну. Тут обработаем этот лес. Каравеллой. Пожалуй, вот тут ниже СУС исследуем. А тут поплыли дальше. Но, к сожалению, вышли, видите, в нормальный век. Не очень удачно. Так, здесь обращаем колар. И плывем к Мумбаи. Центрка. Нужно ли мне рынок? Желтых ГГшек нету. Надо ли мне рынок строить? Скоро... Смоленск, в принципе, неплохо растет. Верьф мы тут купили. Знаете, наверное, строителя лучше. Вместо рынка. Художник. Такое ощущение, что они выкупают великих людей. Помните, я как бы был наравне вот с первым там... А, или проекты они проводят. Неужели проекты проводят? Это, кстати, удивительно. У меня 10 очков великих людей благодаря лаврам, но они вон проекты прям... Прямо в путь такое ощущение делают. Еще не... Вообще, остались ли на карте города-государства, кроме Иерусалима? Вот интересно. Их уже очень много убили. Просто интересно. Стрелки-разведчики, железо я тоже использовал уже. Ну, блин, ну хочется военный лагерь с одной стороны построить. Нет, пока не буду. Мне нужен... Порох для... Бомбардцев. Будет. Ну, нормально, видите, тут мушкетер. Не особо больно бьет. Не особо больно бьет. Давайте глянем. Садная башня, каравеллы, мечники, пикинеры и рыцари. Да, это можно менять. Значит, в любом случае я ставлю, чтобы больше лошадей добывалось. Ну и, наверное, содержание юнитов к боевой мощи и нерелигиозным юнитам против войск иноверцев. Эх, жаль, а у нас... Мы православные, друг с дружкой боремся. Мог бы, конечно, религиозные войны поставить. Ну вот все наземные юниты плюс четыре, наверное, надо брать. Наверное, уберем пока с кампуса плюс сто процентов, опять же, к сожалению. Это надо ставить, олигархическое наследие в войне. Ну, тогда здесь содержание юнитов. На осень минус стало. Так. К сожалению, только официальную войну могу объявить. Ну, что поделать? Что поделать? Что поделать? чувствовал на стены в калькутте построить только город поставлен уже быстрее стены там клепаются по им еще казаков 90 национализм формальный повод у нас не было я все жду трех великих людей но видимо ну вот этот скоро но он не скоро будет ладно поехали так открывать тут кого апнем глян у нас в туле я бы наверное блин тут еще надо вырубить тут еще есть что вырубить еще две вот еще лес и два болота под магнусом так бы я лям наверно смоленск посадила магнуса в тулу тогда ну и там вот тогда апгрейдить пока давайте может рейну бонусы за гавань и центр коммерции удваиваются тогда тут надо быстрее верфь строить надо будет купить видимо тут в очередь вверх вставим 5 ходов 7 а тут купим давайте откроем пока они пошли уже национализм не нужны корпуса казаков давным-давно они были мне нужны еще два заряда быстрее построить иначе сюда пойдем казаки прискакали с одной башней прискакали стоим пока ну и будь же индус православных миссионеров давить у нас он сам православный это это было бы очень странно по моему или тут неважно типа раз в войне то твоих миссионеров надо давить он же сам православный индус ты же православный человек строителей строим статую свободы извержения вулкана единственный единственный город государства вообще в игре и а ну калькута падает точно видите как я закупился юнитами как сразу больше стало он же перекупил иерусалим серьезно сейчас я его перекуплю господи эти где ацтек всунул город и что он разве не отваливается по лояльности отваливается господи секунда послов то запихнул так рационализм свободный рынок пока ничего не используем тут казак явно может ли вылечиться стреливаем калькуту 1 стреливаем калькуту 2 подводим таран здесь лечимся ну ка должны брать по идее для город в принципе город нормально стоит я у себя оставлю а лицаря лучше про атаковать для город наверно не берется вы прикалываетесь он и так не берется да а тут корпуса уже пикинеров у него прикиньте тогда мы по-другому немножко сделаем да жалко потеряю мечника скорее всего и катапульту еще одного козака берем ага прокачали здесь литье научную теорию а научную теорию за счет чего а за счет открытия просвещения хорошо балеты тут оставляем иду кругосветку совершать интересно первое в мире будет или еще кто-то до меня художественный музей готов верфь я хочу купить 580 тогда пока я тут могу построить район лавра блин все равно нужны лавры мне кажется в любом сумме во всех городах нужны лавры да она давайте сначала еще строителя тут не обработано нифига не удалено нужны строители мастерскую не хочу пока перебивать там я лучше захвачу полностью индуса и русалим станет моим или мне одного казака надо калькутту захватывать быстрее а не казакам не убили мне катапульту петля нормально захватывать калькутту и тогда мои казаки будут здесь иметь еще бонус к атаке франция думает объявить войну ацетеком я не буду этот город брать себе пускай он отваливается и фиг с ним нафиг не нужен честно говоря как этот город сохраняем с монумента куда мы дальше пойдем на агру и на джабалпур вообще даю не ты просто убивать так слоны кричат жалостливо убивать не убивать ну просто тебя под ударом тогда становлюсь получается у нас как 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 еще двух можно купить здесь нельзя купить арбалет вывести а уже не хватает веры ну вот уменьшилась конечно вера из-за того что иерусалим неужели супом-то влил блин послов ладно наверное не хочу с одной стороны так тут надо убрать потому что тут будет коммерческий район готова так давайте мы тут соберем медь а ну тут эти вот эти клетки те работают на на меня вот так надо сделать теперь ты не 4 радиус новгорода 3 калькутты нормально и тут можно кстати будет мечеть уже прикупить раз лавра священный район индуса конвертировался в русскую лавру англия так широковато конечно сидит тут лиц а он стальные города вон где аж буря в смоленске нормально с довольствием поторговать с кем-нибудь можно да у меня нефрит появился давайте у меня с перцем уже хорошее отношение я хочу с ним воевать на самом деле давайте тогда с кем-нибудь тадором розовый там но мрамор у меня есть так хорошо с инками что красители табак вот табаком я точно нету кучу бабла хочет так подождите смотрим у кого нету нефрита есть нефрит только у англии еще да хорошо меха вот давайте с александром на меха да чё ты такой же жадина говядина красители кофе есть табак инк не особо хочет торговать вот пряности с китаем и мопуча но с мопуча пряности даже заплатить немножко и еще с кем-нибудь нефрит надо но слоновая кость нужно еще с тем же мопуча кстати больше не дает вот хорошо поторговали так что тут индус будет делать я с казаками тяжело тяжело понимаю что индус тяжело но он сам виноват а вот эти он купил юниты он купил юниты у иерусалима сейчас будет их использовать против меня но не берется то он может конечно я пограбить территорию что не очень приятно будет но не берется нами за милочей анимал тулу резинком пауда англопс так-так-так господин чандрагупта готовы ли вы отдавать свои вкусные города мне навсегда еще не смирились вера так мне бы тут где-то полечиться на самом деле золото тут обстреляет с двух сторон меня но тем не менее что-то слабенько и ну надо обстреливать опыт получаем вот этим наверное я просто встану защиту что-то Продолжение следует... Продолжаем покупать казаков, и в следующем ходу мы сможем их в корпуса объединять. Еще большой плюс к атаке будет. Продолжение следует... Они все-таки убивают, но это немножко тупо. То есть, воины войнами, но миссионеры они как бы вне войны. Если воюют два католических государства... Просто представьте себе, что воюют два католических государства. Ну, в реальной жизни, не в игре. И там идут их католические миссионеры. Такие, ага, там католический миссионер, давайте его убьем. Ну, такого же не может быть, правильно? Правильно. Так, три хода до десяти жителей. Какой мы тут район тогда будем строить? Надо будет еще подумать, пока строим строителя. Извините за тавтологию. Так, ну что? Ну, Джабалпур и военный лагерь обстреляют на этого казака. Так, блин, он уже убивает катапульту с одного выстрела. Ну? Что поделать? Будем объединять юниты. в корпуса. Это национализм, который вжимает национальные. И не на другую сторону. При поражении юниты теряют на 50% меньше боевой мощи. Надо это поставить. Ну, то есть, когда они ранены, они меньше теряют вместо содержания. Мне пока деньги не особо нужны. Так. Сейчас будем объединять. Так. Ага. Отлично. Видите, он в осаде. город тогда считается до сих пор. Это больно будет. Подойдем сюда. Так, дальше. Так, объединяем. Это не очень удачно. Через реку придется бегать. Тут покупаем казака и объединяем с этим. Отлично. У меня сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть корпусов. По-моему, очень неплохо. Топлям до сих пор не пересаживаем. Ну, тем не менее, давайте повысим на аквакультуру. Катапульта приплыла. Ну, я от катапульты просто сливаю, честно говоря. Припёрся. Интересно, а если я сейчас перекуплю? Давайте попробуем. У меня просто интересно, куда денутся юниты. Значит, я не перекуплю. Я не стану его союзником, но и он перестанет быть. Прикольный индус деньги слил в никуда. Так, что я тут получил? Первый армейский корпус. Переманил города союзника. Ой, аж четыре получил. Сейчас должен получить за первую кругосветку ещё. Я самым первым в мире её совершил. Аж плюс пять. Отлично. Блин, почему так Рурскую долину построил? Это плохо. Давайте Морскую Традицию откроем. Так, 580 наркопил можно покупать вверх. Ну, тут солидно. Я сейчас ещё карточку поставлю на соседство. А сколько сейчас тут вверх даёт? Восемь, наверное, да? Восемь. А ставлю карточку, будет вообще 12 давать. ДНО. Один. А точка. ну а по обе я понимаю что они все были прокачаны на один уровень но надо было уже объединить намного проще будет сопротивляться рыцарем протокол кинькин инка куна урху кунах кома техник свидетельство по моей мудрости ну тут инки лидеры вот прям конкретно инки лидеры не по тема комета а из крон еще шесть из которых как минимум один финикия интересно один из вражеских городов невзирая на войну узрел свет и стиль веры и обратился в вашу ли я такого я таких очков еще ни разу не получал честно говоря были ну очень сложно выполнять шпионские операции дать из форж до ней в и асборта чудищами надо дождаться прежде чем катапульты свои терять так я хочу поставить соседство подождите что во первых так сделаем а золото не хватает сильно калькутта отваливается пустой юнит вывел нормально блин а мне тут не полечиться нигде тут если только не хватает очков ну жопа хана этому корпусу видимо о нет них она нормально думаю упадет же полпур тут а в а в в в Субтитры сделал DimaTorzok Ну, теперь хватит денег на апгрейд Нам еще музыкантов с писателями подвезли Так, музыкальные шедевры пока только в столице можем оставить Клетку передаем городу с Магнусом Возвращаем обратно Вообще она к Нижнему Новгороду? Да, давайте Нижнему Новгороду оставим Потому что и так мало еды Так, Смоленск вообще куда-нибудь бегает? Нет Значит, во Францию Что, только в Марсель можно? Жаль Когда он стал второй уровень Союза Вообще, с кем Франция еще в союзах? Только со мной Но зато со всеми в очень хороших отношениях Могу торговца строить Могу районы строить Из районов у меня кампус Военный лагерь Промышленная зона И лавра Промышленная зона Вот тут плюс 3 дает Но это за счет За счет лошадей Видите, по половинке дают каждый район В итоге единица И по единице дают Сратегические ресурсы В итоге 2 Да, я бы, наверное, поставил Сратегический район Значит, тут надо шахты будет делать Хорошо, а лавра что? А лавра, ну, мало дает Но вообще лавры, конечно, желательно Везде в итоге построить будет Так, мы доросли уже до магии Максимума В Москве мастерская Монумент Древние стены Торговца Ноугорд-то очень медленно растет Давайте обработаем Черепашек Костоим Вообще Надо уже Мне Этих ребят Апать В ушкетеров Просто Денег нету Ну, в общем, типичная Россия Денег нет, но вы там держитесь Всего доброго Это чьи границы Мауре Чем это все тут медленно строится Тут производства вообще-то нет Понятно Так, тут надо будет верфи купить Явно Ну вот, нафига Питеру, например, вот эта клетка, да Он до нее никак не может дотянуться В принципе Тут, ладно Тут так оставим Това же обрабатывает эту клетку Да Ну, может, зря я Архангельск ставил Лучше бы сюда довел город Давайте, не знаю, монумент Центр коммерции, 28 ходов Ну, тем не менее, надо Хорошо, а лавра тут сколько будет? 14 Знаете, лучше лавру я поставлю пока здесь Надо хотя бы в обозримом будущем построиться Блин, индустриализацию давайте Нет, я не хочу Я не хочу пока прямые паруса Я хочу настроить Трирем Чтоб потом их апнуть Так, рупанизация Вот тебе надо ставить все-таки карточку К сожалению Ну, я плюс 4 надо оставлять Надо что-то Вот я не знаю, что мне больше дает веры, к сожалению Соседство лавр Давайте глянем Сама лавра плюс 5, да? А здание в ней 3, 8 Не, наверное, все-таки 50% Вот это оставим Америка объявила войну Норвегии Интересно У Норвегии 1200 армии У Америки 1600 Хм А они примерно равны В своем развитии Да, это будет интересная битва Так Казаков Надо купить О, чуть-чуть уже не хватает Ладно Жалко, шпионы, конечно, погибают Поцарапали Немножко казакам сбрую Чуть-чуть Ну, меня на одном городе Сконцентрироваться Я сюда подвел Просто потому, что он тут бегал В этом районе Просто стоим Все, пока негде Это понимают Песнопения Маури Начались, да? Ай, Нижний Новгород Голодает Ай-яй-яй Ай-яй Че-то он голодает Есть же где покушать Вон Опять смотрим Из Москвы бегает Смоленска Бегает Из Нижнего Новгорода О, из Нижнего Новгорода Не бегает Бомбарда Да, я даже куплю еще бомбарды Потому что корпус бомбарды Будет выносить Город Очень весело Денег мало Как ни странно У меня Просто мало денег Прицепи кинеры Не нужны Денег Ну, мне кажется, следующим ходом, то есть я не буду атаковать, должен город взяться. Верфь просто достроили. В итоге у нас здесь верфь получает 6 производства, а вот здесь, например, как я и говорил, 12. Ну, это за счет карточки на производство, на соседство гаваней. Так, тут еще один район можно ставить. Ну, я хочу все-таки кампус, иначе я буду отставать по науке. Блин, откуда уже? Откуда у него 148 науки? Вот, серьезно, давайте объясните мне. Три науки кампус, так? Где у него еще кампусы вообще? Вот кампус, давайте смотреть. Три науки кампус, библиотека и универ, это два, три, да? Одна наука. Тут специалисты сядут, пять науки. Библиотека, кампус. Все, а нет, третий кампус, вот еще. Третий, три кампуса. Библиотеки, я просто, вот, интересно, как на божестве, какие бонусы получает комп. Давайте глянем, у нас библиотеки 2,4 дают, да? То есть это 6. У него во всех трех кампусах библиотеки и универы стоят. Три кампуса, библиотеки и универы. 6, это 18 науки, 18. Плюс сами кампуса. Видите, у него тут дает сразу, стоит карточка или нет. У него это написано. Вот у меня не стоит карточка на кампусах, просто вот 4, значит. Три. Четыре. И еще тут специалисты у него. 8. И еще три. 11. Того 33. 33 науки. Теперь по жителям. Сколько там каждый житель науки дает? От населения 0,5, да? 16, 29, 30, 44, 57, 59. 59, 65, 68, 70. Еще 35 науки. То есть у меня пока, ну, 70 максимум накапливается. Откуда у него 140? То есть у меня такое ощущение, что все компьютеры просто в два раза науки имеют от того, что у них есть. То есть я насчитал 70, но предложил вам 74, я что-то пропустил. 74 науки у него? А, ну да, конечно, я пропустил, потому что он еще вот с Ю-7 эти что-то получает, да, науку. Обрабатывает клетки. Судя по всему, компьютер просто в два раза больше науки имеет, чем у него реально есть. Вот такие, блин, бонусы на ровном месте. Как, мне здесь нужен рабочий, чтобы убрать... Ну, вот это вырубить и здесь поставить кампус. Я так понимаю, что и во всем остальном, во всех остальных цифрах компьютер просто имеет в два раза больше. Класс. Приятно так играть, конечно. В сравнении с несчастным игроком. Только так можно побеждать, только так. Точнее, скажем так, не сильно проигрывать. О, япония. Кто-то вообще тут самый отстающий. Судя по очкам, это Крас Америка. И у Маури еще не очень все хорошо. По науке... Так, все ровненько. Но опять же, Маури и Америка в конце. По культуре я тут вообще как-то... А, ну вот еще Леонора. Любитель. Есть театральная площадь. Шпионов подстроим. Монумер доделали. Ну, сколько водяную милю? Давайте сразу кран. Ничего не отваливается. Так, ну, должны брать. Арсак Хас. По чекуток. Ну, там прям по чекуток угорает. По чудесам. Вот, стэка 2200 армии. На кого бы он так хотел бы напасть? Я бы хотел, чтобы он на имко напал. О, я уже нефритом и черепахами могу торговать, кстати. О, я уже нефритом. Ну, пригороды. Продавить пригороды, похоже, еще не нужны особо. Объем. Объем. А когда у нас там следующий вот юнит имеет на двоих территориях два форта? Не сейчас, видимо. И давайте откроем. Давайте откроем. Пулевые пушки заодно появятся. Так, закупаем казаков тут. Теперь знаете, что я хочу поставить на постройку морских юнитов? И поднастроить... А, где тут они? Квадрилем. Четыре. В Питере давайте тоже. Если мы пойдем на перса, то квадрилемы нужны будут. Ну, еще каперов надо будет. Не, может постоять? Все-таки дождемся залпа. Дождемся залпа из бомбарды. Так, а почему он перестал быть в осаде, я не понял. Че за приколы? Нормально. Город вообще практически со всех сторон окружен юнитами. О, почему он только сейчас в осаде стал? А, потому что тут река. Все, да. То есть такая методика действует. Если тут река, то у этого юнита нету тут зоны контроля получается. М-да. Ну, этим я атакую просто потому, что вряд ли их могут убить здесь. Да нет, слушайте, должен браться город. Тут не добегает никто. Тут не добегает никто. То есть максимум, что... Да нет, даже арбалет не сможет пострелять. Никого тут не должны убить. Ну вот, бомбарду надо было сюда везти, к агре получается. А столица у него патна? Хм. Это интересно. Так, куда пойдет еда? В Питер. Мне надо, чтобы в Астрахань. Да и вообще эта клетка к Астрахани должна относиться. Она четвертый... Четвертый радиус Питера. Нафига мне это надо? Да, и эта вот клетка тоже к Астрахани. Здесь в Архангельске вот это. Так, ну остальное вроде норм. Что нам важно захватывать города, потому что казаки тогда рядом будут получать больше силы. Тут мы вроде уже все сделали. Париж. Или Дижон. Нет, Париж. Тут производство чуть-чуть капает еще. Там дикие битвы между Америкой и Норвегией, видимо. Просто дичайшие. О, я могу... Так, я что-то захватил? Я какое-то чудо захватил? Скажите мне честно. Да, я захватил запретный город. Вау! Это очень хорошо. Так, я могу поставить тогда... Где тут на... На религию то, что я убрал? О, бонус, бонус. Промышленные зоны. Кампус. Священное место, вот. О, сразу 70 сверху. 70. Так, и здесь... Блин, Кир стал сюзереном Юрисалима. То есть, остался, наверное, единственный город-государство. Ну, кстати, Кир меня устраивает, потому что, получается, его города работают как священные моей религии. Вполне, смотрите, а тут Филадельфия и Чарльз там нормально так православие держат. То есть, мне главное просто получать, чтобы тот, с кем я воюю, не получали этот город. Все остальное меня устраивает. Убанизацию открыли. Ну, дальше мобилизацию надо. Две полевых пушки. Я как раз иду в пушки. Да, с наукой у меня. Грустновато. Ну, прямо скажем, я и не ставлю никакие карточки на науку. Бангалор я, пожалуй, сожгу. Какие-то еще чудеса у Ападана. Еще что-нибудь есть. Так, ну, это колодцы. Больше вроде чудес он никаких не построил. Вот еще чего нету, что есть в пятой циве экран чудес. То есть, вы можете посмотреть, кто какие чудеса построил. Тут этого нету почему-то. Да. Так. 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 честно могу разграбить боюсь подходить тут будет аж два стрельца и пикинёра не очень приятно будет так первое квадрирема вторая квадрирема давайте мы как-то уже называть наших ребят подождите а когда это будет доступно это не сейчас это вот на втором уровне да не ну чё так сразу блин адовые пони вот это нормальное для и вот этого можно обозвать для кирпичные королевские кусары ну что это скачущие молоты давайте суши скачущие серпы тогда скачущие серпы это кто у нас япония цветов рима очень монтесума е что я и хотел монтесума объявил войну по чекутыку у монтесумы на тысячу больше армий на тысячу но проблема в том что у него в три раза меньше науки и в три раза меньше культуры так что кто кого вынесет тут интересно по моему будет интересно есть варианты так сказать по бомбарде но не какой мир ты что ты полностью все свои города мне отдашь и вот это будет русский континент жалко что я тут проход есть да да идет большая игра о у нас союз закончился с францией надо бы продлить надо бы продлить ну сейчас много к эти воин то есть америка с норвегией воюет ацтек с по чекутыком и там кто-то еще с кем-то воевал так ну пожалуй на этой радостной ноте захвата индийских городов я эту серию закончу спонсоры ее практически сразу видят и наверное продолжение прям скоро видят для всех остальных оно выйдет завтра пишите в комментариях ваши впечатления от патча играйте в умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока 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 пока